Дорогие друзья, здравствуйте! У нас на календаре 20 августа, лето заканчивается, и сегодня мы будем говорить в рамках очередного вебинара о зарубежной недвижимости, о Северном Кипре. Поводов на самом деле очень-очень много. Пожалуй, основной из них, наверное, это принятый в конце мая или в начале июня закон, который существенно, по крайней мере, формально меняет правила игры на северокипрском рынке для иностранцев. Но здесь еще надо вспомнить, что последние несколько лет, еще до пандемии, рынок Северного Кипра очень бурно рос, интерес к недвижимости в частично признанной республике был стабильный, и он рос, 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 увеличивался, увеличивался, увеличивался. С началом пандемии произошло некое снижение, связанное с тем, что, насколько я помню, Северный Кипр закрылся довольно жестко для приезжих. Ну а затем, через еще примерно два года, уже после военных событий, о которых все мы, конечно, знаем, спрос вновь стал расти, и расти очень динамично. И сегодня мы очень подробно поговорим обо всем, о текущей ситуации, о возможностях, о том, что можно, о том, что нельзя на Северном Кипре с руководителем компании Leverage Investment Игорем Коршуном. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп, здравствуйте, уважаемые зрители. Ну, традиционно работает чат, вы можете задавать вопросы, контакты с Игорем и его компанией мы точно так же сейчас, конечно, покажем в нашем чате. Игорь, давайте просто общими мазками, что происходит, давайте с начала года, например, какая ситуация была до 1 января, что изменилось, какие вообще сейчас, что определяет рынок недвижимости Северного Кипра, я буду подключать периодически презентацию. Филипп, я бы даже тогда говорил не с начала года, я бы взял немножко раньше период. Мы работаем с 2004 года и как раз в 2004 году был снят мораторий на продажу объекта недвижимого имущества иностранцам на Северном Кипре. И рынок, начался бум, начался бум на рынке недвижимости, затем был некоторый, ну, скажем так, бум притормозился, бум закончился, потому что были вопросы в Великобритании. А британцы тогда были основными покупателями, у них были какие-то проблемы в пенсионной сфере, к этой пенсионной реформе, новые правила. Затем был кризис 2008 года, затем снова бум, затем снова он притормозился. И вот в 2022 году у нас был очередной бум, когда количество продаж увеличилось в сотни процентов и цены на объекты недвижимости тоже увеличились, ну, иногда на 300 процентов, но в среднем вот 100-200 процентов. В 2023 году этот бум у нас закончился и постепенно мы начали возвращаться к нормальной ситуации, которая была, ну, скажем, на 2021 год, на 2019 год. Вот. Этот год, 2024, мы начали довольно уверенно, хорошо и стабильно. И вот наше правительство нас порадовало поправками к закону о приобретении и долгосрочной аренде недвижимого имущества иностранцам. И на фоне этих поправок, поскольку это было непосредственно связано с рынком недвижимости серного Кипра, на фоне этих поправок у людей, у некоторых случилась паника. Люди не поняли, что это за закон, они решили, что эти нововведения каким-то образом нарушат их права, каким-то образом ударят по ним. И приблизительно вот на июнь, июль у нас было некоторое затишье на рынке. Прошло два месяца, покупатели увидели, что никаких проблем абсолютно, поправки не несут. Вот появилось очень много видеороликов, очень много объяснений, и люди увидели, что эти поправки, они только для того, чтобы упорядочить рынок и еще лучше защитить права покупателей. И вот на сегодняшний день у нас август, у нас в компании рост, у нас в компании хороший рост. Возможно, из-за того, что было некоторое затишье в июле и в июле, и вот этот весь отложенный спрос, он сейчас у нас есть в августе. Мы, честно говоря, как вы видите в цейкноте, работа идет, продажи идут. Смотрите, если мы говорим о рынке, обычно ситуация грубыми мазками, если говорить о любом рынке, такая. Продажи увеличиваются, появляется дефицит, ажиотаж, цены растут. Это если очень упрощенно говорить. Продажи снижаются или стабильны, особого роста нет. Если мы говорим о ценовой составляющей и о том, как влияет на цены и вот на спрос в моменте, вот история связанная с этим законом и с тем, что все-таки два года назад был очень большой рост. То есть, как бы был ажиотаж, он схлынул, те, кто хотел, купили и так далее. Вы абсолютно правильно. Подпишусь под каждым словом. Действительно, когда есть спрос, повышенные цены растут, когда спроса, пониженные цены снижаются, везде и всегда так. А также вы правы, что действительно те, кто хотели купить во время бума в 2022-2023 год, они действительно большей своей массе купили. И я слышал от наших коллег точно такую же историю и по Дубае, и по Бали, и по Таиланду, и по южноевропейским странам, что действительно был рост. И сейчас ситуация пришла к норме, а где-то даже спад на каких-то рынках. Вы абсолютно правы. Но на серверном Кипре есть один нюанс, который, я считаю, очень важно знать нашим потенциальным покупателям. Первое. Цены новостроек не снизились. И я на миллион процентов убежден, что они снижаться и не будут. Вопрос, почему они не будут снижаться? Как вы правильно сказали, ценообразование – это вопрос спроса и предложения. Так вот, на рынке из чего состоит себестоимость любого объекта недвижимости? Грубо говоря, основные факторы – это стоимость земельного участка, это стоимость строительства и отделки. Так вот, застройщики уже, поскольку, Господь Бог, больше земли не производят, тем более на нашем маленьком острове, и прибережной полосы больше не становится. Соответственно, далеко не все участки земли, которые мы видим, не застроены, они находятся в продаже. Очень маленький, минимальный процент от имеющихся участков они вообще продаются. Далеко не все собственники хотят их продавать. По вышеописанной причине земли становится доступной ближе к морю все меньше и меньше. Цена ее растет. Если мне сегодня не нужны деньги, зачем мне ее продавать? Я приобрел участок земли за 30 тысяч фунтов, сегодня он стоит 300, через несколько лет он будет стоить 600. Какой смысл вот конкретно мне продавать? Если, не дай бог, не случится какого-то форс-мажора в моей жизни, я его продавать не собираюсь, потому что это тот товар, в который не нужно почти ничего вкладывать, и он растет очень-очень хорошо в цене, причем гарантированно. Так вот, строительные компании, они скупают объекты недвижимости для своих строек приблизительно лет на 10 вперед, и они уже скупили на ближайшие 10 лет земельные участки по очень-очень высоким ценам. Они их скупили вот в 2022, 2023, 2024 году. Соответственно, в цене каждой квартиры, только цена земли от 10 до 50 тысяч британских фунтов стерлингов на сегодняшний день. Почему такой разбег? Потому что есть малоэтажные объекты, где можно строить только два этажа, есть высотки, где можно строить до 23 этажей. Я еще разточню, правильно ли я вас понял, то есть, ну, условно, условно, квартира стоит, там, или апартаменты, или вилла стоит, допустим, там, 150 тысяч фунтов, от 10 до 50 тысяч фунтов в этой цене, это, по вашим оценкам, цена земли? Да, это только цена земельного участка внутри этой квартиры. Ну, это абсолютно правда. И поскольку застройщики уже скупили эти земли, они не могут заложить меньшую стоимость земельного участка в свои будущие проекты, в свои будущие стройки. Это первое. Второе. В мире, ну, вот, там, или даже в нашей европейской части колоссальный спрос на сегодняшний день на строительно-отделочные материалы, и он только будет расти. Потому что нужно будет отстраивать целые города, огромные города в той же Украине, их нужно будет отстраивать. Потому что было страшное землетрясение в Турции, которое нам даже не рассказывают там до конца правды, насколько оно было разрушительно, но мои знакомые, которые туда ездили и занимались спасательными работами, там, организацией, финансированием, они говорят, Игорь, ты не представляешь, насколько там все плохо, там тоже на востоке Турции нужно отстраивать целые города. Это вопрос ни одного месяца и ни одного года. То есть спрос очень повышен. А производство строительных материалов, оно довольно ограничено в мире. Тем более, например, вот у нас есть один из крупнейших поставщиков стройматериалов, ну, того же цемента, например, да, там, той же древесины, того же металла. Это Российская Федерация. И по понятным известным нам с вами причинам на сегодняшний день из-за санкций этот игрок, он уходит с рынка. Ему, кстати, тоже все больше и больше необходимо данных материалов на своей собственной территории. Поэтому спрос очень сильно растет. Предложение, ну, конкретно на примере поставщика Российской Федерации снижается, цены не будут падать. Соответственно, застройщики не будут снижать цены, они не могут этого сделать. Мы делали просто, это вот просто реальные настоящие цены без, ну, без каких-то фантазий. Мы делали ремонт в нашем офисе здесь в Кирении на Северном Кипре. Просто на ремонт мы потратили 200 тысяч британских фунтов стерлингов. Офис три этажа площадью 200 квадратных метров. Мы не купили его, мы его не построили, мы просто сделали косметический, ну, хороший косметический ремонт. Или вот сейчас мы делаем ремонт в двухспальной квартире площадью там 100 с чем-то квадратных метров. Стоимость ремонта, он уже приближается к 100 тысячам фунтов. Ну, уже 80 у нас есть в смете. Сколько будет в финале, мы сможем посчитать только когда закончим. К сожалению, очень высокие цены и они растут с каждым днем. Мы заказали, мы получили смету по окнам. Пока прошло там полтора месяца до их заказа, цена уже увеличилась на 3,5 тысячи евро за полтора месяца. Цены растут постоянно. Поэтому новостройки, они дешевле строить не будут. Но я думаю, что просто количество строительных проектов будет снижаться здесь на Северном Кипре. То есть, если раньше строили, я не знаю сколько, у меня нет такой статистики или нет в открытом доступе. Ну, например, 20 тысяч объектов недвижимости за год, например, или за два года в процессе было. Ну, сейчас будет 5 тысяч или 3 тысячи объектов недвижимости. Просто строительным компаниям придется уменьшить объемы производства. Но что хорошего есть в этой ситуации, то что из-за паники, о которой мы с вами говорили в начале вебинара, некоторые паники на рынке, многие покупатели, многие это десятки, выставили свои объекты недвижимости, уже готовые на вторичном рынке на продажу. И эти объекты недвижимости, они стоят дешевле, чем новостройки. Почему так получается? Человек, никакого подвоха нет, никаких проблем нет с этими объектами недвижимости. Просто до 2022 года человек приобрел на стадии строительства, а новые объекты в новостройках на Северном Кипре почти невозможно приобрести. Если будет время, я сегодня поговорим об этом. Почему так? Он приобретает на стадии проекта или на стадии строительства некую квартиру, студию или 1 плюс 1, например, за 40 тысяч британских фунтов. Можете считать евро, это почти одно и то же, вот, если вам так удобнее. На сегодняшний день такая квартира уже стоит в новостройках на этапе строительства минимум 120 тысяч, там, тех же британских фунтов у застройщиков. Этот человек приобрел за 40, он сегодня выставляет свою квартиру, например, 50, 60, 70, 80. Он на этом очень неплохо зарабатывает, туда входят все возможные доп. расходы, там, комиссии агентства, которые будут заниматься рекламой и другие расходы. И при этом эта квартира все равно процентов на 30 дешевле, чем точно такая же не построенная квартира в точно этом же проекте, в точно таком же здании, причем не меблированное, которое будет построено в 25-26 году у застройщика. Поэтому я считаю, пока есть вот эти условно недорогие процентов на 25, 30, 40 объекты дешевле, чем в новостройках, их есть смысл сейчас покупать, пока они есть. И когда мы с вами говорим про вторичку, это не значит, что вторичка – это объект, построенный 40-50 лет назад, которым надо сделать ремонт и вложить еще столько же. Нет, когда мы говорим вторичка на Северном Кипре, приблизительно половина из этих объектов – это новые объекты, в которых никто никогда не жил и их еще не меблировал. Они точно такие же. Ну, то есть строится комплекс, в нем находится 20-30 высоток, и по 2-3 высотки в год застройщик достраивает, вводит в эксплуатацию. Так вот, в первой фазе с этими же отделочными строительными материалами, с этими же планировками, с этими же видами на море квартира стоит… Вот у нас есть пример двухспальной квартиры на высоком этаже с незакрываемыми видами на море. У нас стоит, я не помню сейчас точные цифры, но у нас стоит на 90 тысяч фунтов дешевле, чем точно такая же квартира в соседнем здании, которое будет построено через… Илья, момент такой. На самом деле, я знаю, вообще эта история очень понятная для всех стран, где идет… стран, районов, чего угодно, где идет очень заметный рост цен. Ну, понятно, что застройщику-то это не очень интересно. Он-то рассчитывает продавать по более и более высокой цене, а вынужден считаться, по крайней мере, с покупателем, который что-то взял на стадии Котлована и сейчас продает тот же объект, являясь явно его конкурентом, но существенно дешевле. Нет ли каких-то здесь, ну, терок, давайте назовем такое слово, со стороны застройщиков, нет ли попыток застройщиков ограничить просто такие продажи, продавать только через меня. Ну, иначе, ну что это, ребят? Какой… кто будет покупать новое, если может купить то же самое новое полтора раза дешевле? Филипп, вы абсолютно правы. Вы… абсолютно правы. Вы знаете ситуацию, как будто бы вот изнутри лучше многих наших коллег на рынке недвижимости, хотя мы с вами предварительно этот вопрос даже не обсуждали. Да, действительно, терки, терки есть. Действительно, когда застройщик продавал свой объект недвижимости, вот конкретно застройщик, сейчас у меня есть в голове, без названия, квартиру-студию за 40 тысяч фунтов, сегодня у него в соседних проектах, в этой же местности, с теми же видами, со всеми теми же характеристиками, она уже стоит 220 тысяч британских фунтов. Эта же квартира, такая же. А человек, который купил за 40, он сейчас может продать за 80, получить почти стопроцентную прибыль, ну там, с вычетом расходов на продажу. И при этом, конечно же, кто будет покупать у застройщика, строящийся за 220, если можно за 80, купить уже готовое и начинать пользоваться, там перепродавать, сдавать в аренду уже здесь. Конечно, застройщик очень недоволен. И застройщики начали вставлять палки в колеса покупателям, которые продают эти же объекты на вторичном рынке. Благо, был закон, который объяснял, что нужно переводить право собственности на свое имя покупателям, но не было конкретных сроков, не было конкретных санкций за невыполнение закона. Поэтому ни покупатели, ни продавцы, то есть ни застройщики, ни покупатели не переводили свидетельство о праве собственности на имя покупателей. Потому что это свидетельство, оно почти ничего в практическом смысле покупателю не давало. Это странная история. Очень странно. Даже 40 тысяч фунтов, ну я говорю даже, но это огромные деньги, вложить в объект недвижимости и не перевести право собственности на свое имя. Но 99% покупателей этого не делало. Соответственно, по закону они не могли сами продать свой объект недвижимости и не могут на вторичном рынке. Им нужна подпись застройщика на договор, поскольку для государства все еще он является собственником, а застройщик придумывает различные истории предлога и предлоги для того, чтобы этого не делал, чтобы на рынке не появлялись новые дешевые объекты. Именно для этого введены поправки к законодательству, которые были приняты и вступили в силу 21 мая 2024 года. Именно они должны помочь, в том числе решить эту ситуацию. Смотрите, буквально через 2 минуты перейдем уже собственно к этому закону, но просто пришли несколько вопросов, я хотел бы, чтобы мы на них ответили. Они тоже на разные темы. Спасибо большое. Ну реплика нашей зрительницы, которая услышала вашу цифру при ремонт. Какой дорогой ремонт, это жесть. Меня больше впечатлило не ремонт трехэтажного офиса, а то, что вы сказали, что почти 100 тысяч квартиру. Но это была как бы черновая была изначальная отделка. Что входит в эти 100 тысяч? Почему все-таки 100 тысяч это сумма, сравнимая со стоимостью, собственно, самого объекта, плюс-минус? Ну давайте говорить пока про 80 тысяч. Что, я думаю, это будет ближе к концу. 80 тоже, это же фунты. Заменили, полностью постелили новые полы, заменили все двери, сделали перепланировку, сделали вентиляцию для того, чтобы был чистый воздух, не было плесени и влажности. Установили кондиционирование, сделали теплый пол. Везде, если я об этом еще не говорил, мы ее полностью меблируем. Ну, понятное дело, что имеющийся меблировка, там шкафы, мы тоже меняем кухню. Все-все-все новое. Ну вот, делаем тираж. Ну и, естественно, практически все это не производство Северного Кипра, потому что на Северном Кипре и на Кипре вообще такого ничего нет. Это все импортное и даже не турецкое, с большой вероятностью. Да. Ну то есть мы ставим, например, там только раковины у нас, в ванной комнате, там две ванной комнаты, и каждая раковина нам стоит 2000 евро. То есть мы делаем хороший ремонт. Ну вот так. То есть каждый светильник, только на светильники мы потратили больше 10 тысяч долларов, они просто в долларах цена. Только на теплый пол мы потратили, по-моему, 5000 евро, если не больше. Ну вот как-то так. То есть она все стоит денег. Окей. И тогда вопрос косвенно связанный со светильниками. Вот Анна написала, что следит за Северным Кипром и заметила, что в чатах часто пишут практически каждый день об отключениях электричества. И вроде как ситуация ухудшается. Одинаково ли она ухудшается по всем районам Северного Кипра? Или, например, в Фомагусти ситуация лучше? Что это такое? Я, честно, не следил за такой историей. Но, тем не менее, что происходит с электричеством? Ну, я просто... Давайте так. Чтобы я, честно говоря, чата не вижу, я не очень умею, технически... Нет, ну просто вопрос я вам зачитал. Да, спасибо, что озвучиваете. Чтобы Анна поняла ситуацию, я вам скажу, какая ситуация реальна и скажу свое мнение. Возможно, она нашим зрителям очень не поможет. Да, действительно, уже неделю или там больше недели ежедневно у нас отключают электроэнергию на один час по вечерам. Это очень не... Ну, меньше, чем час. Около часа, скажем так. Это очень неудобно. И мы действительно кроем матом и проклинаем нашу электрокомпанию и наши власти из-за этого. До того, как это началось, у нас не было. За весь год у нас было, ну, может, два-три отключения. По крайней мере, у нас в Керине, где я живу, и в регионе Керине, где я работаю. Это первое. То есть, действительно, проблема есть, и она нам очень не нравится. Но что говорят власти? Власти нам говорят, что электроэнергии не хватает. Это первая версия. Вторая версия. Власти нам говорят, что есть некий саботаж, что есть какие-то технические проблемы. Но я вам назову два факта. Просто неоспоримых фактов. Несколько лет назад была такая ситуация, что конфискованное контрабандное оружие на Южном Кипре в огромном количестве, там, я не помню, то ли 20, то ли 60 контейнеров, вот, которое должно было из Ирана попасть в Сирию. Этот корабль был задержан и на Средиземном море, и было разгружено, все оружие контрабандное было разгружено просто под открытым небом на Южном Кипре в районе крупнейшей электростанции. И летом произошел взрыв. Не знаю, по какой причине. Но взрыв такой сильный, что снесло эту электростанцию тоже напрочь. А это было почти пол... Почти все были мощности Южного Кипра. И мощностей Северного Кипра хватило для того, чтобы и себя обеспечивать бесперебойно, и Южный Кипр, который в разы больше нас. Поэтому, когда мне говорят, что не хватает электроэнергии, честно говоря, я в это не верю. А также у нас буквально вот на днях был съезд правящей партии Северного Кипра. На удивление, вот на эти три дня до съезда во время и после ни одного отключения у нас на Северном Кипре не было. Так значит, как это? Во время съезда правящей партии, когда надо показать, что мы все молодцы, у нас ничего не ломается технически? Я не большой специалист, я не электрик, но мой здравый смысл говорит, что это не так. А что говорит мне мой здравый смысл? Мне мой здравый смысл говорит о том, что на юге Турции достраивают атомную электростанцию российские специалисты. И наш покупатель, который работает на строительстве этой электростанции, он мне говорит о том, что он говорит, Игорь, буквально через год где-то мы работаем над тем, чтобы бросить кабель из Турции сюда, на Северный Кипр и дать вам электроэнергию в неограниченном количестве. И мой здравый смысл говорит мне, что это не столько экономический проект, сколько политический проект, чтобы Северный Кипр, мягко говоря, стал гораздо ближе и очень-очень тесно, еще более тесно связанный с Турцией. Турция уже дала свою воду, пресную воду. Вот из реки Дракон, которая просто выливала в Средиземное море, проложили водопровод и теперь по трубе мы сюда получаем воду и у нас безлимитное количество воды. Скоро, но пусть может не через год а через два будет безлимитное количество электроэнергии. Поэтому, Анна, вот такие мои умозаключения и конспирологические теории. И в любом случае, если вы планируете, интересуетесь Северным Кипром и вопросы отключения электроэнергии для вас это критичный вопрос, как и для меня тоже, то знайте, что через год-полтора-два вопрос будет навсегда окончательно без поворотно решен. У нас будет кабель, будет работать вот там на юге Турции атомная электростанция и никаких проблем не будет. Если бы не это, опять же, 340 солнечных дней в году у меня дома своя частная солнечная электростанция. мы вырабатываем приблизительно 60 киловатт часов электроэнергии ежедневно. Просто у меня дома. Но не разрешают больше ставить солнечные панели, хотя несколько тысяч заявлений уже есть. Я думаю, это звенья той же самой цепи. То есть, сами люди, сами собственники недвижимости готовы за свой счет поставить солнечные панели и полностью обеспечить себя электроэнергией и не залезать в кавычках в карман государства. Но это не разрешают делать. Я убежден, что не из-за скудоумия, а из-за того, что мы все ждем вот этот проект. Опять же, что можно было бы и государственную солнечную электростанцию сделать, потому что у нас же огромные склоны наших Киренийских гор, где нет плодородной почвы и они ни для чего больше не приспособлены. Они смотрят именно на юг, туда, откуда светит солнце. Это можно было бы сделать и на государственном уровне. Никто не делает. Я так понимаю, что они ждут, когда вот бросят этот кабель и мы будем более тесно привязаны к Турции политически, экономически, инфраструктурно и меньше будет идей, а давайте-ка пойдем каким-то другим путем. Окей. Интересно. Хорошо. Давайте дальше смотреть. Значит, в завершении того, что вы сказали, например, о ценах и о их изменении. Вот вы приводили пример. Понятно, что он такой очень частный, что объект стоил 40, у застройщика он может стоить сейчас по 200, человек на вторичном рынке продает за 80. Правильно ли я понимаю, что продает он за 80, а условно говоря, до принятия закона, к которому мы сейчас переходим, вполне возможно, что он мог выручить и 90, и 100. Есть откаты вторичным рынке по ценам? Или это такой очень частный случай? Да, смотрите, я вам назвал конкретный частный случай, когда цена была 40, сейчас она стоит 220. Но, давайте будем говорить, что реально то, что стоило от 16, 18, там, до 40, сейчас реально стоит приблизительно 100 тысяч, там, от 90 до 110. То есть, в любом случае, рост за предыдущие два года был кратный, был в несколько сотен процентов. Вот. Я не думаю, что те, кто сейчас выставили объекты на продажу, что 4 месяца назад, например, до принятия этих поправок к закону, они могли бы продать по той же цене, что и продает застройщик. Если вы мне дадите 10 минут, я вам объясню, вот это очень-очень-очень важный нюанс. 10 минут дам, 3 дам. Окей. Тогда тезисно. Первое. Почему покупают вторичку? Почему покупают объекты на первичном рынке? Потому что до 2022 года объекты недвижимости на Северном Кипре в основном приобретали не для постоянного проживания, а в качестве дачи, в качестве отдыха, запасной аэродром, инвестиции. Просто, чтобы вывезти сюда деньги, потому что у нас никто не спрашивает, где вы эти деньги взяли. И можно было приобретать неограниченное количество объектов недвижимости. И когда вы приходите на рынок, и вы видите, что объект недвижимости стоит 30 тысяч, который будет построен через несколько лет, у вас эта дача, вам не горит прямо сегодня туда заселяться. А на вторичном рынке такой же объект уже стоит не 30, а 45, потому что те, кто купили за 30, теперь хотят заработать и заложить туда все расходы на продажу. Зачем вам покупать за 45 то, что вы можете купить за 30? И из-за вот этих более низких цен, из-за беспроцентных расстройств до 8-9 лет люди в основном покупали на 85% объекты в новостройках, объекты строящиеся еще. Но с 2022 года ситуация полностью изменилась. Люди приезжали сюда, чтобы остаться здесь уже жить. Я говорю только про русскоязычных сейчас покупателей и про тех, с кем мы работаем. И постепенно, если раньше большая часть объектов она была вот на чаше весов на первичном рынке, то ситуация изменилась. И на сегодняшний день уже 60% объектов мы продаем с 2022 года именно на вторичном рынке. Сначала потому, что эти объекты были уже готовы и туда можно было заселиться. А сейчас все больше и больше людей их покупают, потому что объекты на вторичке сегодня они дешевле, чем объекты на первичном рынке. Вот. Поэтому люди нет. Четыре месяца назад они не могли продавать то, что купили за 30-40 тысяч, за 120. Потому что у застройщика при прочих равных есть беспроцентные рассрочки и людям выгоднее покупать беспроцентные рассрочки интересней и безопасней. Вот. Но цена там в 70 тысяч фунтов за квартиру-студию полностью меблированную это намного лучше, чем точно такая же квартира у этого же застройщика в этом же комплексе в соседнем здании, которое начинается там от 120 и выше. Вот так. Понятно. Окей. Ну давайте теперь переходим к закону. Тут много о чем есть говорить. Значит, вы сказали 21 мая. Рассказывайте, коллеги, задавайте вопросы, друзья, пожалуйста, в рамках... То есть вот все, что есть, потому что на самом деле информации... Я даже не скажу, что ее много, как раз нет. Информации почему-то об этом законе очень мало и мы про него узнали в свое время даже тоже окольными путями. Пожалуйста, вот давайте смотреть вот этот нашумевший закон, что это такое, о чем он говорит и по пунктам мы быстренько пробежимся, что же реально изменилось. Если есть какие-то вопросы, задавайте. контакты Игоря и компании Leverage Investment, я думаю, мы еще раз вполне можем опубликовать. Пожалуйста. Спасибо. Итак, первый закон действительно нашумевший, но я считаю, что он нашумевший больше из-за того, что люди просто не понимают и неправильно интерпретируют пункты поправок к закону. На самом деле все очень просто. То, о чем вы очень правильно сказали в начале сегодняшнего вебинара, действительно покупатели, которые продают свои объективы, недвижимости на вторичном рынке, они продают их дешевле, чем застройщики, они становятся прямыми конкурентами застройщиков, из-за этого застройщики устраивают различные проблемы для покупателей, которые хотят свои объекты перепродать. Чтобы этого не было, нужно просто покупателям перевести право собственности на свое имя. Но закон никак не регламентировал, он не говорил, в какие сроки нужно это сделать и что будет, какое будет наказание тем застройщикам, которые не отдадут свидетельство о праве собственности покупателям. Вот об этом и есть эти правки. То есть на сегодняшний день покупатели точно знают и продавцы, застройщики точно знают, что покупатели обязаны обратиться в совет министров за получением разрешения на приобретение. Это всегда у нас было, но просто далеко не все это делали. Покупатели и продавцы знают, что как только разрешение получено, у них есть максимум 6 месяцев для того, чтобы перевести свидетельство о праве собственности на свое имя. Если покупатели не переведут свидетельство о праве собственности на свое имя в течение 6 месяцев после получения разрешения на приобретение совета министров, это разрешение будет аннулировано. Они смогут податься еще раз, а третьей попытки уже не будет. И получится, что они заплатили деньги, а право собственности они больше на себя никогда перевести не могут. Это серьезный риск. Их выгонят, это кто-то другой может продать их квартиру. Понятно, что сейчас пока об этом можно говорить только теоретически, потому что их прецедентов просто не было. А что, чего ты сделать не сможешь, понятно, а что будет в такой ситуации, если ты не перевел? Мы не знаем, что будет. Продать застройщик не сможет, это уже будет мошенничество, нельзя два раза продать один и тот же объект разным людям, но вероятно сделка будет отменена и вероятно застройщик будет обязан вернуть деньги. Мы еще не знаем, должно пройти несколько лет и случится хоть один какой-то прецедент. В любом случае покупатели защищены, но у них есть угроза того, что аннулируют их сделку, аннулируют их разрешение на приобретение. И, соответственно, застройщик знает, что если он не передаст теперь право собственности своему покупателю, у него тоже будут проблемы. А проблема это штраф в размере, в переводе в доллар США, это приблизительно полмиллиона долларов США по каждому такому случаю. Простите, насколько я понимаю, ситуация ведь такая. Вот строится объект на Северном Кипре, такое, кстати, во многих странах такая проблема есть. То есть, объект построен, но вот титул, да, покупатель не получает, потому что застройщик этот титул не дает. Вот такая ситуация раньше была, сейчас она невозможна. Или я что-то в терминологии мог напутать? Как ситуация была до настоящего времени? На самом деле в законе почти ничего не изменилось, появились некоторые уточнения. И до принятия поправок покупатели обязаны были подавать заявление в Совет Министра, и до принятия поправок они должны были платить налоги и забирать свидетельство о право собственности на свое имя. Просто они этого не делали, потому что не было никакого наказания, теперь заговорили о наказаниях, и это ввергло людей в некую панику. А так изменений никаких нет. Как происходит этот процесс? Был один огромный земельный участок. На этом земельном участке застройщик построил условно говоря 100 объектов недвижимости. И теперь один документ о праве собственности, одна бумага на этот земельный участок должна быть разделена на 100 отдельных свидетельств о праве собственности. На Северном Кипре эта штука на русском языке называется титул, на турецком называется кочан, на английском называется title bid. Это просто документ свидетельства о праве собственности. Было одно свидетельство на земельный участок, построены 100 квартир, теперь должно быть 100 свидетельств. И застройщик, его обязанность при помощи чиновников госоргана разделить одно свидетельство на 100 свидетельств. Но ранее, если застройщик этого не делал, у него не было никаких наказаний, не было никаких сроков, когда он должен был это сделать. Некоторые застройщики они не делали никогда. Проходили десятилетие о финальных документах У праве собственности их не было. А покупателю для того, чтобы перевести свидетельство праве собственности на свое имя, нужно, чтобы совпало два фактора. Первое, чтобы это свидетельство было готово, физически сделано. И второе, чтобы совет министров дал такому покупателю разрешение на приобретение. На это тоже уходило некоторое время. Вот так. Поэтому тут обе стороны должны были выполнить свои обязательства. Покупатели подать заявление Совета Министров, получить разрешение, продавцы разделить свидетельство о праве собственности. Вот благодаря этим поправкам, наконец-то, и те, и другие будут заниматься этим процессом, что станет более надежным, вся ситуация станет более надежной для покупателей. Смотрите, но первый шаг все равно же должны сделать застройщики. Насколько они готовы работать оперативно? Застройщики не готовы работать оперативно. Мы находимся на Ближнем Востоке. У нас здесь жаркий климат, у нас здесь расслабленный образ жизни. Ну и потом застройщику, его задача продать и получить деньги, получить свою прибыль. Это задача номер один. Задача номер два – построить то, за что он получил деньги. И задача номер 33 – это только сделать эти документы, поэтому очень многие этим просто не... Так и что? Ну они же сейчас столкнулись с такой ситуацией, что застройщики-то говорят? Там нет волнений и бунтов. Волнений и бунтов нет. Застройщики теперь экстренно начали заниматься изготовлением, разделением вот этих документов и переводом их покупателям, потому что они боятся тех штрафов, которые предусмотрены поправками к законодательству. Смотрите, пришло вопрос, видно, тема болезненная. Зачитываю подряд. По поводу одного объекта недвижимости, сколько можно покупать более одного объекта, чуть позже мы об этом поговорим. Я просто два других момента проговорю. По поводу получения титула как-то странно интерпретируется ситуация. В 22-м году попала квартира, возможности получить титул на котловане не было даже близко. Как говорят, ну, Цезарь, у него какой-то конкретный застройщик, они были рады получить титул и поделить, но им не дают. А теперь в панике приходится срочно регистрировать и платить повышенный налог. Хотя закон был принят после покупки квартиры и приходится платить вместо 3-х 12%. Вот это как-то дико, такая реплика. Что можете сказать? Я могу сказать на это, что дело не в том, что данному застройщику не давали возможность, ну, или любому другому разделить титулы, что такие есть плохие чиновники госорганов. Я удивлен, что они придумали такую отговорку. На самом деле на одном участке земли строится не одно здание, строится много зданий, строятся бассейны, рестораны, какая-то коммерческая инфраструктура. И пока все это не будет построено, введено эксплуатацию, не пройдет процедуру сдачи-приемки, ни о каком разделении не может быть и речи. Вот в этом правда, что просто застройщик что-то не достроил до конца, не ввел в эксплуатацию, там хоть одна квартира еще не закончена или там какая-то часть стройки не закончена, нельзя разделять титулы. Поэтому они не готовы, когда они достроят все и покажут государству, что все построено согласно разрешительной документации, проектной документации, тогда они свои титулы получат. А что касается вопроса покупателя, ну уважаемый покупатель, вы же в 2022 году, когда покупали, вы не могли при всем своем желании перевести свидетельство о праве собственности, даже если бы оно было. Просто потому, что у вас на тот момент не было разрешения на приобретение, которое госорганы выдают в течение приблизительно двух лет. Вот наступил 2024 год, вот сейчас приблизительно в это время вы должны получить свое разрешение и перевести его на свое имя, если, конечно же, отдельный титул у застройщика уже готов. Что касается повышенного налога, этот вопрос не связан с поправками к законодательству 2024 года. Этот вопрос был в законе от 10 февраля 2023 года, это абсолютно отдельный закон, и налоги нужно платить по той ставке, которая есть на момент, когда непосредственно это свидетельство о праве собственности переводят. Я полностью на вашей стороне, я был бы очень счастлив, если бы вам и другим покупателям разрешили бы платить меньше налога, чем есть сейчас. Но вот законодательство такое, вот какая будет процентная ставка налога на момент, когда вы будете переводить свидетельство, такая она и будет. Да, к сожалению, сейчас это 12, а не 3%. Здесь сделать с этим ничего мы с вами не сможем. Такой закон. Это закон еще с 2023 года. По поводу банкротства застройщиков чуть позже обязательно поговорим, задам отдельный вопрос. Но все-таки вопрос у нас от двух зрителей. Светлана спросила, Паула спросила, сколько недвижимость может приобретать иностранец на Северном Кипре. Теперь вот давайте про это скажем, потому что это вопрос болезненный. И все-таки пробежимся. Вот у вас в презентации два слайда есть. Я, ну, кто умеет, может скопировать их с экрана или потом просто обратиться напрямую к Игорю. Я думаю, вы не откажете, пришлете презентацию и разъясните все в детстве. Итак, давайте вот эти два слайда. Ограничения для покупателей и изменения. Что, собственно, вот происходит? Два слайда. Пробежимся быстренько. Ну, про военные базы уж не будем. И так понятно, что приобретать возле военных баз никому особо дела нет до этого. Но про остальное. Первый пункт. Иностранец может приобрести только один объект недвижимости. Так было всегда. Такой закон. И это не только на Северном Кипре. Например, у наших соседей на Южном Кипре. У них можно приобрести в одни руки только два объекта недвижимости. Но до принятия этих поправок государство смотрело сквозь пальцы. Они говорили, вы напишите нам письменное заявление, что у вас других объектов нет, и мы вам разрешим зарегистрировать этот объект без каких-то лишних вопросов. Вот на сегодняшний день государство говорит, нет, давайте все-таки один объект в одни руки. И теперь мы будем более строго на это смотреть. Что можно сделать в этой ситуации? Во-первых, как говорит один мой товарищ, есть friends and family, есть друзья, есть семья, на которых можно оформить эти объекты недвижимости. Они даже не будут знать, что на их имя что-то оформлено. Просто берем доверенность там у своей мамы, сестры и оформляем на него. И так это происходит. Во-вторых, есть трастовые компании, чтобы это не нарушало закон, трастовым компаниям более одного объекта на имя иностранцев запретили оформлять. Но мы придумали схему, когда она очень похожа, просто она называется по-другому, когда все-таки те люди, которые хотят оформить более одного объекта, они могут оформить по другой схеме, которая никак не нарушает законодательство. Но такой проблемы на самом деле нет, что иностранец может приобрести только один объект недвижимости. Вот мы крупнейшая компания на Северном Кипре, которая работает в русскоязычном сегменте. Мы работаем с 2004 года и продали уже более 5000 объектов недвижимости. То есть вот в нашей самой крупнейшей компании реальная статистика такова, что менее 50 человек, то есть менее 1%, кто приобрел более одного объекта недвижимости. Остальные приобретали один объект, ну иногда один объект на себя, другой объект на жену, если им так было нужно. Но как таковой проблемы такой, что вот все 100% покупателей, 50% покупателей хотели купить по 100 квартир, раньше это было можно, а сейчас такого нельзя. Такого на Северном Кипре не было и нет. Это индивидуальное частное случае. Дальше. Второй пункт. Нельзя приобретать возле военного. Простите, еще раз, просто чтобы я понял. Еще разочек. Вот предположим, у меня было куплено два объекта. Один, ну вот я его оформил на себя, другой вот через страст. Какой вариант? Значит, или я вот этот второй объект переоформляю на какого-нибудь родственника, получается так? Да, либо на какого-нибудь родственника, либо теперь вы это страст, в общем, оформляете по другой схеме, скажем так. Либо вы его продаете, если это входит в ваши планы. Государство на это дает два года. И они говорят, что на самом деле, если вы два года не уложитесь, мы вам потом этот срок продлим. То есть критичного такого нет, что у вас этот объект недвижимости заберут. Его никто никогда не может забрать. Вы заплатили деньги, вы добросовестный покупатель, закон обратной силы не имеет. Окей. Ну, про военные базы понятно, там не будем покупать около военных баз, так уж и быть переживем как-нибудь. Ограничение на количество проданной недвижимости иностранцам в процентном соотношении к общему количеству. Об этом покупатели не должны даже задумываться. Это головная боль застройщикам и госорганов. Есть такой пункт сейчас, чтобы не продали весь Северный Кипр только иностранцам. Теперь часть недвижимости обязательно должна быть куплена киприотами. Но если такая ситуация уже в каком-то проекте сложилась, вам просто эти объекты и не предложат. Вы об этом даже не узнаете, как иностранец, поэтому нет смысла об этом говорить. Пункт четвертый. Необходимость получать разрешение на приобретение из Совета Министров было всегда. Просто теперь вам говорят, что у вас есть 6 месяцев, чтобы подать это заявление. 6 месяцев с момента какого? С момента регистрации договора купли-продажи. С момента того, как вы приобрели объект недвижимости. Правильно. Для того, чтобы я получил вот это разрешение, мне титул нужно иметь или нет еще? Повторите, пожалуйста, я не услышал. Мне титул нужно иметь для... Нет, 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 нет. Этот титул никак не связан. Вам просто после того, как вы выбрали объект недвижимости, подписали договор купли-продажи и зарегистрировали его в госорганах, у вас после этого есть, ну, вернее, с даты подписания договора, у вас есть 6 месяцев для того, чтобы подать заявление в Совет Министров. Окей. Необходимость получать разрешение на приобретение Совета Министров, понятно. Нельзя инвестировать в рынок недвижимости. Я знаю, что... Вы сократили эту фразу, там немножко не так целиком все звучало. В двух словах, что имеется в виду. Смотрите, если... То есть, давайте начнем с проблемы. В чем проблема? Проблема в том, что иностранцы приезжают и скупают в определенных регионах огромное количество объектов недвижимости просто как инвестицию, чтобы перепродать. Проблема состоит в том, что нет конечных покупателей, есть просто спекулятивно раздуваемый такой пузырь на рынке недвижимости. И государство понимает, что это чистая правда, что в некоторых регионах цены обвалятся, потому что они там не оправданы, там просто раздутый мыльный пузырь. Это первая проблема. И государство не хочет потом иметь дело с недовольными покупателями, продавцами, с какими-то недостроями, недоплатами, судами в огромном количестве. Во-вторых, строят и строят объекты недвижимости. А где же инфраструктура? Где же магазины, рестораны, секции, школы, больницы, парковки и все то, что должно сопутствовать? Застройщики этого не строят. Поэтому государство говорит, вы все прекрасно зарабатываете на рынке недвижимости, давайте-ка притормозим. Если вы иностранцы хотите инвестировать, давайте не будем раздувать пузырь на рынке, давайте не будем раздувать повышенные цены, давайте-ка инвестировать во что-то другое. Инвестируйте в, ну там, где вы заработаете, но в объекты инфраструктуры. И минимальный порог входа в такую инвестицию 20 тысяч евро. Я не знаю, будет ли это соблюдаться или нет, но посыл у государства именно такой, что тоже очень понятно и правильно. Если я хочу купить квартиру или уже купил и сдаю ее в аренду. Никаких проблем нет, зарабатывайте с удовольствием, но если вы хотите купить... Декларация такая, декларация, за которой нет какого-то конкретного механизма его исполнения. Могу я сейчас купить одну квартиру на Северном Кипре и прийти к вам, сказать, вот, Игорь, помогите мне ее сдавать. Я не знаю, просто занимаетесь ли вы арендой, не занимаетесь. Занимаемся. Да, вы можете купить, например, три квартиры, четыре квартиры, одну на себя, вторую, к примеру, на жену, третью, на ребенка, совершеннолетнего, четвертую, на маму. И все их сдавать, они фактически все будут вами, вы их купите там по доверенности от этих лиц, мы будем сдавать в аренду, вы будете зарабатывать свои, там, 40-50 евро в день от сдачи этих квартир, вы будете хорошо зарабатывать, мы будем довольны, что вам продали и тоже будем зарабатывать на аренде. Но если вы хотите вложить в какую-то новостройку деньги, купить там 20, 30, 100, 200 квартир и вас не интересует больше ничего, кроме потом перепродажи и таких, как вы, будет много, когда эти все комплексы будут построены, там будет 50 тысяч объектов недвижимости на продаже и вы все выйдете на рынок, то вы этот рынок обвалите и вы ничего не заработаете. И государство не заработает, и это будет просто стоять эти сотни домов с десятками тысяч окон пустых, и это никому не нужно, как это есть в других странах. Я считал, что в Испании такая ситуация была, в Китае сейчас есть просто, я видел фотографии города. Ну да, про Китай говорят, но где Китай, далеко Китай, да, там с этим напряженно. Окей, давайте дальше посмотрим еще несколько пунктов. Вот нельзя оформлять объекты недвижимости от компании, где есть иностранные собственники, что это такое? Было принято делать так, открывается юридическое лицо, на которое можно, местное, на которое можно оформить бесконечное количество объектов недвижимости, но поскольку иностранцы не могут владеть только одним объектом недвижимости, там был номинальный акционер и директор Тура Киприот, у кого было 51% акций, у иностранцев, у реальных владельцев было не более 49% акций, и таким образом обходили закон. Вот сейчас сказали, что закон же есть, не надо его обходить, больше таким компаниям не разрешено владеть недвижимостью. Если есть хоть 1% акций у иностранцев, владеть недвижимостью больше, чем один объект, вы не имеете права. Окей. Вот и все. Следующий пункт, седьмой, даже не нужно принимать во внимание, таких объектов с такими огромными земельными участками на Северном Кипре почти нет, поэтому это исключение. Ну, формально есть такое, есть. Окей. Да, да. Восьмой пункт, разрешение на приобретение будет аннулировано, если на Северном Кипре... Да, то, о чем мы говорили. Девятый пункт, нельзя приобретать с долевыми титулами. Что имеется в виду? Есть земельный участок, и застройщик, поскольку не было этих поправок к закону, не было никакой регламентации, как быстро он должен сделать эти отдельные свидетельства о праве собственности, он их так никогда и не сделал. И он сказал, что я не буду этим заниматься, поскольку меня никто не заставляет это делать. И вообще я больше не хочу работать в этой сфере, я уже ухожу на пенсию. И тогда покупателям ничего не остается либо собраться и самим нанять инженера-архитектора, сделать эти отдельные свидетельства, либо просто переводить долевые. То есть одну сотую доли этого участка переводить на себя, и это тоже нормально, правильно, и это безопасно для покупателей. Но теперь закон говорит, что если там нет отдельных свидетельств о праве собственности, чтобы не было никаких споров, скандалов, судов с соседями, иностранцы больше не могут это покупать, только местные. В надежде, что местные, они все-таки сделают эти свидетельства и все приведут в порядок согласно действующим законодательству. Вот так. Окей. Так, ну и вот пункт, иностранцы или близкие родственники не смогут, не могут приобрести более 50% объектов. Да, такой пункт есть, но тоже на него не нужно обращать внимание. Вам просто, если это теперь запрещено законом, вам просто этот объект даже не предложат и не продадут, потому что там вся ответственность будет на государстве, штраф по миллиону долларов. Поэтому застройщик, если он видит, что вы хотите в одном доме скупить весь этот дом и устроить там какой-то русский квартал, теперь так делать нельзя. Теперь нужно продавать часть объекта обязательно местным жителям. Соответственно, вам просто это не продадут, если вы не соответствуете, если в этом доме уже есть граждане вашей страны, либо там, если есть ваши родственники. Пока непонятно, как это будет работать и будет ли работать вообще. В любом случае, это не ответственность покупателей. Окей. Ну, давайте дальше. Значит, итак, как действует, если хочешь купить несколько объектов, вы про это сказали. Давайте перед тем, как дальше пройтись. У нас уже осталось не так много времени. Вот, опять же, Анна спросила, ответьте, пожалуйста, есть ли уже прецеденты банкротства застройщиков? И она ссылается на вот застройщика Афиг, руководителя которого арестовали. Что с проектами строительства, которых только планировали начать? Можете как-то прокомментировать? Что с этими проектами? Компания Афиггрупп, это крупнейший застройщик Северного Кипра. Если весь рынок недвижимости, ну, так, в порядке бреда умрет, эта компания, она останется. Это израильский застройщик у них. Нелимитированный просто доступ к финансам. Они с нуля стали крупнейшими здесь. Это значит, что они в бизнесе, конкретно в девелопменте, понимают лучше, чем все остальные вместе взятые. И очень уважаемые, авторитетные, вот местные люди, с кем я разговаривал из этого бизнеса, они это признают, их очень уважают. Поэтому о ком, о ком, ну, про Афиггрупп даже не нужно думать, что они когда-либо обанкротятся. У меня к ним лично много очень вопросов и претензий и очень много, к сожалению, из-за их морали, политики и действий много претензий, ну, немного, но есть претензии у наших покупателей к нам, которые думают, что мы виноваты, хотя виноваты они на самом деле. Но справедливости ради, там все очень хорошо, очень надежно, то, что там задержали одного из владельцев этой компании, ну, никаких проблем нет, есть доверенности на его семью, на его сына Мея, на меня есть доверенность в конце концов. То есть мы можем подписывать документы, мы можем дальше решать все вопросы. Короче говоря, проблем нет, пока никаких вопросов о банкротстве каких-либо застройщиков нет. Если застройщики и обанкротятся здесь, на Северном Кипре, то не из-за поправок к закону, а из-за того, что они неправильно вели бизнес. И что, это первый раз, что кто-то в мире банкротится? Нет, и на Северном Кипре были банкротства. Но покупатели при этом все равно не пострадали. Есть масса абсолютно законных путей, законодательство это предусматривает. Как быть в этой ситуации? Так что в любом случае покупатели ничего не потеряют, об этом не переживайте. Пара вопросов тоже было. Каков срок получения одобрения Совета Министров и каков срок оформления передачи титула собственности? Еще раз уточнить, можно? Срок передачи титула собственности это 6 месяцев после, максимум 6 месяцев после получения разрешения на приобретение. Естественно, при условии, что отдельное свидетельство, отдельный титул уже готов, уже разделен. А сколько срок, сколько дает это разрешение? Ну вот на сегодняшний день это было до двух лет. Сколько будет теперь в связи с новыми поправками? Может быть они этот срок ускорят, иначе все остальное, все остальные сроки, которые они стараются ускорить, не будут иметь большого смысла. Посмотрим на практики. Пока до двух лет. Вопрос, на который, кстати, у нас даже ответ, по-моему, был заготовлен. Я сейчас просто страничку открою, соответствующую. Можно ли не оформлять титул, а просто остановиться на регистрации договора в кадастровой службе теперь? И сколько это стоит? Нельзя. Нельзя не оформлять титул. Эти поправки сделаны именно для того, чтобы покупатели переводили титул на свое имя. Но если вы хотите все-таки это сделать, то вы можете абсолютно законно этот закон обойти. Вы можете на трастовую компанию, это свой один объект, оформить. Поскольку трастовая компания – это местная компания, данный закон на нее не распространяется, и никто не будет заставлять трастовую компанию переводить титул на свое имя. Но я не очень понимаю, если вы заплатили десятки тысяч, как минимум, британских фунтов стерлингов за объект недвижимости, почему вы не хотите свидетельство о праве собственности перевести на свое имя, таким образом себя полностью обезопасить? Вопрос еще, вот, Любовь, уточнить, Любовь, хотела бы уточнить, сколько времени занимает получение разрешения, а не на какой срок? А я уже на это только что отвечал, что до двух лет. Окей. Надеемся, что эти сроки ускорятся пока до двух лет. Окей. Давайте тогда еще все-таки пару моментов. Вот, закон, так или иначе, он действительно, поскольку определенности… Так, что нужно, чтобы переоформить второй объект недвижимости на родственника, и сколько это стоит? Вот такой вопрос сразу пришел. Ну, это отдельная сделка. Соответственно, столько, сколько стоят услуги адвоката, либо компании, которые этим будут заниматься, столько это и будет стоить. Я не могу конкретную сумму сказать, потому что нужно знать конкретно, что это за застройщик, но это будет стоить там несколько тысяч, вероятно, британских фунтов стерлингов по максимуму. Каковы, какова все-таки сейчас ситуация? Посмотрите, понятное дело, что есть определенная паника, особенно у людей. Вы говорите, что их немного, но все равно у людей, у которых есть несколько объектов, которые оформляли их по старым правилам через трасты, по тем трастам, не о которых вы сказали сегодня. Я, к сожалению, не очень силен во всей этой трастовой истории, но окей. То есть старая схема не работает. Соответственно, люди оказались в ситуации, когда непонятно, что будет дальше. И особенно русскоязычным покупателям, что история наша таковая, что доверять рынку недвижимости мы как-то не очень приучены. Есть, соответственно, опасения, что или заставят продать за бесценок, или лучше продать как можно скорее. Можно ли сказать, что эта ситуация сейчас на рынок уже каким-то образом повлияла, что появились люди, которые говорят, все, окей, я все понял, я оставляю себе один или вообще себе ничего не оставляю, начинаю работать. Да, Филипп, вы абсолютно правы. Действительно, некоторые люди в панике так и говорят. Я должен продать, я оставляю один или ничего не оставляю. Действительно, такое есть. Это странная идея, потому что государство дает минимум два года на то, чтобы этот вопрос как-то решить, потом оно будет продлять, потому что оно само не понимает, как можно отменить сделку и как это будет фактически выглядеть у добросовестного покупателя. Ему же надо как минимум деньги тогда вернуть. Кто будет возвращать, как это проконтролировать. Поэтому такой сложности нет. Но те люди, которые, кстати, в панике сейчас продают, они не продают за бесценок. И государство не заставляет продавать за бесценок. Во-первых, рынок недвижимости Северного Кипра, он работает, он прекрасно работает. Мы же говорим сейчас только про иностранцев, конкретно про русскоязычных, у которых там может быть паника. Но у местных жителей нет никаких проблем, никакой паники. У граждан Турции нет никаких проблем, никакой паники. Они покупают, покупают и покупают. У нас сделки, ну я не скажу, что каждый день, ну там раз в несколько дней мы что-то продаем. Сегодня у нас было две продажи, вчера у нас было две продажи, в пятницу, либо в четверг у нас была продажа. Все окей, мы работаем. Есть местные жители, есть граждане Турции, которые покупают в огромном количестве здесь недвижимость на Северном Кипре. Все окей. Поэтому продавать за бесценок ничего не нужно. Да и не продают за бесценок. Я был бы очень рад, если бы кто-то продавал за бесценок, ну по крайней мере за те деньги, за которые люди покупали. Я бы сам первый эти объекты бы купил для того, чтобы перепродать и заработать. Но такого нет на рынке, к сожалению. И вот пример привожу у нас. И был покупатель на прошлой неделе. Мы, к сожалению, ничего ему не смогли найти под его запрос. Потому что он хочет готовое в таком формате, которого не бывает на рынке. Я обратился к нашему покупателю, который как раз изъявил желание продать. Я спрашиваю, а сколько вы хотите за свой объект? А он хочет в 4 раза больше. В 4 раза больше, чем он покупал. Я-то думаю, он хочет процентов на 20-30 больше. Тогда мы вписались бы в бюджет нового покупателя. А он хочет в 4 раза больше. И тогда он только подумает. Так что да, люди выставляют на продажу. Но не за бесценок. Совсем не за бесценок. Еще раз повторю. Просто вот пришел вопрос. Вы уже дважды, Игорь, на него ответили. Давайте ответим в третий раз. Можно ли не оформлять качана? Просто остановиться на регистрации договоров, в кадастровой службе. Я на этом сэкономлю половину от налога. Нет, нельзя. Нет, нельзя. Ну, давайте так. Если уж вы хотите сэкономить половину от налога, тогда просто зарегистрируйте эту сделку на имя трастовой компании. Владейте через трастовую компанию. Тогда вам не нужно будет переводить свидетельство о праве собственности на эту трастовую компанию, так как закон не заставляет это делать. Но при этом просто оставить зарегистрированный договор, как это было раньше, больше не получится. Закон требует, чтобы вы в течение шести месяцев после заключения сделки купли-продажи подались в совет министров. Потом вы получите разрешение на приобретение, например, в течение двух лет, через два года, например. И после получения разрешения у вас будет шесть месяцев для того, чтобы перевести свидетельство о праве собственности на свое имя. Если вы не будете переводить, ну, при условии, что свидетельство готово, ваше разрешение будет аннулировано, если закон будет работать так, как в нем это написано. У вас будет шесть месяцев для того, чтобы еще раз подать разрешение второй раз. И опять вы ждете там два года, например, пока оно будет получено, новое разрешение. И после этого еще у вас будет шесть месяцев для того, чтобы перевести свидетельство о праве собственности. Так что спешки никакой нет, как видите, мы с вами уже насчитали более шести лет, ну вот только что, ну сколько у вас есть максимально, чтобы тянуть с переводом свидетельства о праве собственности и оплаты налогов. И не углубляясь в экономическую все-таки историю, вот старая трастовая схема и новая трастовая схема, о которой вы говорите, что все равно есть некая трастовая схема, это типа ваша ноу-хау, вы ее как-то разработали, что это такое? Да, да, это наш ноу-хау. И что для меня, как для покупателя принципиально меняется? Одна история и вторая? Ничего, мы этот же процесс делаем очень похожим, просто называем его несколько по-другому и законодательство это разрешает, вот так. Ну может быть государство когда-то введет еще новые поправки и скажет, что это тоже нельзя, но это не для большого количества покупателей, это для очень-очень меньше одного процента. Поэтому я не думаю, что государство будет специально искать пути, как наш обход закона пресечь в будущем. Окей. Ну и давайте тогда уже в заключении, мы сейчас пообщались, я просто попрошу вас показать, вы подготовили несколько вариантов, чтобы было понятно, что сейчас почем, причем, как я понимаю, как на первичке, так и на вторичке, просто чтобы можно было сориентироваться. Еще раз я скажу, что вот это, ну по сути это не презентация даже, это просто ответы на самые популярные вопросы. И все желающие могут написать напрямую Игорю, пожалуйста, контакты, еще раз давайте опубликуем, с тем, что можно было связаться и выяснить все частые вопросы, потому что, как я понимаю, среди наших зрителей есть те, кто уже владеет недвижимостью на Северном Кипре, и кого этот закон все равно взволновал, это совершенно естественно. Итак, буквально несколько примеров, в двух словах про каждый, и тогда уже будем закругляться. Вот, этот объект мы привели как пример, потому что гарантированный доход покупателя или инвестора, называйте, как хотите, при перепродаже составляет 150% от вложенных денег. То есть, условно говоря, если вы вложили 100 тысяч фунтов в этот объект, то застройщик гарантированно у вас его выкупит, если захотите, за 150 тысяч фунтов. Это первое. Второе, это прекрасный пример. Через какое время, простите, выкупит? Через пять лет. Что будет составлять 10% годовых? А также, плюс к этому, не альтернатива, а плюс к этому, вы можете, если захотите, получать гарантированный доход от аренды этого объекта в течение 25 лет. Это сразу же указывается в договоре купли-продажи. Это не устно, не просто пожали руки. Это все, о чем я говорю, фиксируется в договоре купли-продажи. Причем, это 7,5% годовых. И каждые три года гарантированно этот процент будет увеличиваться. Это тоже указано в договоре купли-продажи. Минимум на 1%. Через три года это будет минимум 8,5% годовых, потом 9,5% годовых и так далее. Это прекраснейшее предложение. Там незакрываемые виды на море. Настоящий пятизвездочный отель, казино. То есть, это фактически первый на Северном Кипре курортный комплекс такого отельного типа. Настоящий. Не то, что просто декларируется, а настоящий. Плюс, там же будет построен парк развлечений, крупнейший на всем Кипре, Adventure World. Такой себе, ну, в кавычках, Диснейленд. То есть, это гарантированно будет пользоваться спросом, это гарантированно будет расти в цене. Прекрасное предложение. Мы сами инвестировали в этот проект. Мы выкупили два этажа полностью в одном из блоков. Вот второе предложение. Почему мы предложили его? Это пример объекта недвижимости с очень небольшим первоначальным взносом. Вот в правом нижнем углу написано первоначальный взнос 20 600 фунтов. То есть, если у вас есть такие небольшие деньги, и вы их хотите куда-то инвестировать, у вас есть возможность платить ежемесячный платеж, вот здесь написано 858 фунтов в месяц, пожалуйста, прекрасная инвестиция возле моря, 20 600 фунтов, ваш первый платеж. Замечательный объект, он обязательно вырастет в цене, потому что он сейчас стоит вот этих денег на старте продаж. Окей. Не на старте продаж, а на начальном этапе продаж. В начальном этапе. Плюс 3 года гарантированного дохода от аренды в размере 8% годовых. То есть, фактически вы покупаете объект недвижимости на 36% дешевле, чем он стоит по прайс-листу у застройщика. А я считаю, что зарабатывать надо тогда, когда вы покупаете, а не когда вы продаете. То есть, если что-то стоит 100 тысяч, и вы можете его купить на 36 тысяч дешевле, вот это и есть ваш заработок. Даже если объект не будет стоить 150 скоро, а будет те же стоить 100 тысяч, вы все равно купили дешевле. И все равно вы продадите дешевле его рыночной цены, и все равно вы на этом гарантированно заработаете. По-моему, тоже прекрасный пример. Плюс, я вижу, что это прекрасный пример беспроцентной расстрочки на 7 лет. Насколько я знаю, мало стран, где предоставляются… Есть, сейчас есть, сейчас времена, в такие времена живем, что все пытаются отыскать что-то такое. Итак, это уже вторичка, если я правильно понимаю. Это вторичка. Трехкомнатная квартира, то есть 2 плюс 1. Как видите, это курортный комплекс, это недалеко от моря. Там есть вся инфраструктура, там и спортзал, и ресторан, и закрытые бассейны, открытые бассейны, и мини-гольф. Там вся инфраструктура есть, цена квартиры 85 тысяч фунтов. Это дешевле, чем квартира-студия, стройки, которые будут готовы через несколько лет. Это 2 плюс 1 в готовом, хорошем курортном комплексе у моря. Прямо можно заезжать и жить прямо сегодня. Да, есть нюанс, не будет расстрочки, не будет никакого кредита. Нужно платить эти 85 тысяч сразу. Но, если вы хотите переехать, это прекрасный пример того, как вторичка сегодня стоит дешевле, чем новые объекты. Новые объекты в этом регионе 2 плюс 1 стоят минимум от 250 тысяч фунтов. Это во сколько раз меньше? Это раза в 3 меньше, да? В 3, да. Да, раза в 3. Окей. Вот, следующий слайд, это таунхаус. Ну, мы называем это вилла здесь, но на самом деле это таунхаус. Там 4 объекта недвижимости, объединенные там общей стенкой. Вот, огромный, он реально очень большой, ну, по местным меркам, 166 квадратных метров. Комплекс на первой линии. Конкретно этот таунхаус не на первой, он в середине комплекса. Но, тем не менее, там из окон есть вид на море. Там до пляжа, по-моему, 400 метров. Да, точно, до пляжа 400 метров. Цена объекта 145 тысяч 500 фунтов стерлингов. Да, это вторичка, да, там нужен некоторый косметический ремонт, но это полностью мебелированный объект. В принципе, вы можете купить сегодня, заехать туда сегодня и там уже жить. Это просто смешная цена за квадратный метр на сегодняшний день. 166 квадратных метров за 145 тысяч фунтов стерлингов. Игорь, ну и тогда, наверное, последний вопрос, которым надо завершать, наверное, все вебинары. Раньше вы спрашивали, а что будет там через полгода. Нет, давайте так. Если сейчас покупают, причем покупают, допустим, из России или из Белоруссии, а как сейчас деньги вам перепутят? Как сейчас платят за всю эту историю? Точно так же, как и всегда платили. Во-первых, платят наличными. Ну, то есть, просто приезжают с семьей и вот столько, сколько можно, например, незадекларированных денег ввезти наличными, там по 10 тысяч евро на человека. Да, привозят наличными, иногда берут с собой друзей, подруги, приезжают там он, она, там двое детей, там трое друзей. Вот уже 70 тысяч евро можно привезти. И учитывая, что многие покупают в расстрочку, несколько таких поездок, и вы привозите деньги. Это, пожалуй, нет, это не самый дорогой, это один, не самый дешевый, но один из самых дешевых способов. А также, есть возможность платить банковским переводом. Да, из Российской Федерации это не так легко сделать, как раньше. Но, тем не менее, есть какое-то количество банков, кстати сказать, в телеграм-канале портала приам.ру. Я буквально вчера или позавчера читал. К сожалению, видите, мы очень часто исходим из такой, знаете, вот сегодня опубликовали, нам через два дня пишут, ребят, два дня назад проходило, сегодня уже не проходит. Да, мы... Окей, в пятницу мы получили платеж из Российской Федерации в валюте без проблем, несмотря ни на какие санкции. Может быть, и сегодня, я еще не проверил банковский счет, вчера тоже был платеж, но я не знаю, с какой стороны, может быть, не оттуда. Это второй метод. Третий метод – оплата банковской карты. Если у вас есть банковская карта, приезжайте, оплачивайте точно так же, как вы делаете. Банковская карта, понятно, условно говоря, в случае, если мы говорим про Россию, то не российская, потому что нужна банковская карта, в основном казахстанская, армянская или какая-то еще. Да, по картам есть нюансы, но, тем не менее, это тоже возможно. Очень популярный метод – это оплата криптовалютой. А насколько это легализовано? Я тут посредственно застройщику или я перевожу куда-то деньги, а просто на северном Кипре их обналичиваю? Как вам удобно? Некоторые застройщики принимают платежи в криптовалюте, прямо вот эти мгновенные платежи в USDT, как правило, на криптокошелек. Во-вторых, вы можете приехать здесь к криптообменнике, в прямом смысле слова, на каждом шагу работают, вы можете там получить наличные деньги. В-третьих, очень многие покупатели, может быть, даже, к сожалению для нас, они делают эти платежи через нашу компанию, потому что мы работаем уже более 20 лет, и каждая сделка нашей компании застрахована на 400 тысяч евро, мы единственная компания, каждая сделка которой застрахована. То есть это надежно, довольно надежно, и поэтому делают платежи через нас. Вот сегодня несколько платежей пришло, мы закончим вебинар, и я эту крипту сконвертирую в деньги, эти деньги отправлю банковским переводом застройщику, наши покупатели получат квитанции. Есть еще один путь, на сегодняшний день он работает, вы оплачиваете в вашей стране, причем если в Российской Федерации, то вы оплачиваете прямо рублями, а мы здесь мгновенно получаем эту же сумму в валюте, вы когда оплачиваете, получаете квитанцию, что вы оплатили такую-то сумму в валюте за такой-то объект недвижимости, это тоже очень надежно, причем мы на сегодняшний день, по крайней мере, работаем даже с такими сложными случаями, как Республика Беларусь и Израиль, где это очень непросто сделать. Так что обращайтесь, в Германии можно получить наличку, в странах Балтии, Польша, это работает. Это не бесплатно, это все и банковской картой, и криптой, и вот то, что я сейчас описал наличными в вашей стране, это все стоит каких-то денег, несколько процентов, но возможности, вот я пять основных способов назвал, пожалуйста, оплачивайте, все работает, платежи принимаем ежедневно. Окей, Игорь, спасибо огромное, Игорь Коршунов, руководитель, основатель, директор компании Leverage Investment, частично признанной Республики Северного Кипра. Спасибо большое, Филипп, спасибо порталу прям.ру, спасибо, уважаемые зрители, желаю вам счастья и здоровья, по любым вопросам, связанным с Северным Кипром и недвижимостью Северного Кипра, будем очень рады быть вам полезными. Большое спасибо. До свидания, до встречи.